здесь комментариев нет здесь просто понимание того что он и еще несколько людей не в курсе того что было и реакция их до примерно вот такая всем привет с вами константин сегодня мы посмотрим первую серию четвертого сезона клинок рассекающий демонов я очень ждал на самом деле эту серию потому что мне очень нравится этот сериал не так давно мы его всей семьей снова пересмотрели и получили большое удовольствие потому что это действительно клевый сериал который продолжение которого ждешь так что первая серия она длинная как и у каждой первой серии нового сезона это очень хорошо ну что народ не забываем поставить палец вверх поддержку канала кто до сих пор не подписался очень зря пишите комментариях что вы думаете про клинок рассекающий демонов это важно полная версия этой записи вообще без каких-либо вырезов она будет на бусте канала для тех кто просто захочет посмотреть эту серию со всеми моими комментариями которые почему-то не войдут в нарезку которую вы сейчас видите на ютубе так что как то так ну что давайте посмотрим уже настолько привычно что в данной вселенной просто конечности головы и отлетает только в путь руки ноги и кровищи ты уже смотришь такой об этом нормально это по первой когда смотришь только первые серии ты просто немножко охреневаешь того что происходит но через пару-тройку серии ты потихонечку начинаешь к этому привыкать и потом в конце первого сезона такой да нормально все не было бы крови было бы даже не интересно так что да это абсолютно нормально как же меня напрягают его конъюнктивитные глаза он так таращится мне так и кажется что он сейчас начнет на меня просто пялиться особенно когда его близко показывает я не знаю почему меня это напрягает ну вот странный тип а это кто такие что-то я не понял что там такие демоны были это тоже какая-то их разновидность что ли обычно они все были примерно человекообразные некоторые там допустим не могли особенно говорить но все равно на людей были больше похоже а эти ну да они нет на людей они как не посмотри на людей они почти не похожи только руки-ноги разве что какие-то странные новые твари надеюсь сейчас расскажут что это за выводок новых демонов свежих кстати ну поскольку я раньше вам не комментировал клинок рассекающий демонов хочу сразу сказать что вот эти техники с дыханием это очень оригинальная и клёвая штука дыхание огня ветра молнии дыхание зверя это все настолько прикольно что я аналогов не видел нигде и я очень рад что это не просто какая-то манная сила чакра еще что-нибудь да то есть как бы нет это именно способности дыхания это очень прикольно да ладно ничего угодили прямо они угодили прямо вот в эти комнаты где происходило встреча высших лун я вообще-то думал что это еще не скоро будет не могу поверить что они уже здесь может быть это конечно что то не то на это по суде по всему все таки то это та самая комната здания которую управляет девушка на инструменте струнном где происходила встреча высших лун это прям очень прикольно и вот эти два хашера они какие-то довольно медленные я вспоминаю с какой скоростью рангоку передвигался но он просто флэш местной вселенной был так жалко его плеха вот но эти ребята какие-то медленные хоть и сильные конечно ну посмотрим что они так пока прикидываются может они как раз шли сюда чтобы он их завел куда надо но чувствую что им жопа сейчас этим двум хашера будет они думала только и кита ну вот теперь все стало на свои места теперь я понял что они туда не попали хотя это уже дает начальную затравку того что в эту комнату все-таки кто-то из них в этом сезоне судя по всему попадет сразу хочу предупредить если в комментариях увижу хоть один спойлер или намеки на спойлер или потом скажет какой-то спойлер а потом скажет я пошутила сам не знаю эти люди будут сидеть в бане и мыться на самом деле ладно круто судя по всему эта комната перемещается где-то пространстве до сих пор никакой информации об этом нет нам только показывают как это управлять понятное дело что это искусство демонической крови это может быть где угодно мы уже видели такие техники за предыдущие сезоны что уже даже удивляться чему-то здесь тяжело хотя я чувствую что все равно этот сезон сумеет удивить я удивлен сейчас по порядку во первых я хочу сказать что безмерно переживал за не звука в конце третьего сезона я не мог поверить то что ее возьмут и убьют потому что на их станджера семейных узах фактически держался весь сериал и благо они сумели выкрутиться и крутиться выкрутиться и повернули сюжет так что на звука смогла преодолеть солнце это очень круто это было очень круто это было очень переживательно но что я хотел сейчас сказать она сейчас сказала что она знает что киму ци джи сан так по моему зовут охотиться наверняка горит охотиться за нет звука и уже послал за ней демонов я очень удивлен что они уже это знает я вообще-то думал что они не будут этого знать до последнего момента дота а именно показания реально не начнут охотиться они уже самом начале на восьмой минуте уже об этом говорят то есть я надеюсь они предпримут все меры чтобы этого не случилось я за на звуку как обычно буду переживать твою мать кучу сама дашь ловит и кредит ему я там моя он чуть не спалился что та самая демонесса с первого сезона занимается лечением фактически нет звука но он же кровь и там все время отправлял и чуть опять не спалился что подавился забавно забавно и еще то что точнее странно что до сих пор он это скрывает потому что их глава вообще-то я как дал понять самого начала что он в курсе еще в первом сезоне что танжера с ними связан на самом деле вот сейчас очень интересно потому что та самая метка которая появилась у танжера и она стала разрастаться из сезона в сезон во время разгара битвы это на самом деле очень круто и очень круто что они потихонечку уже который сезон но раскрывают всю суть вот этих меток дыханий основного дыхания которое было и не только да то есть как бы и с каждым сезоном у тебя открываются еще новые подробности того что было в самой первой серии потому что об этом можно долго разговаривать а может быть в конце серии я об этом скажу что я думаю я мангу не читал но с учетом получивший информации уже можно довольно много вещей предположить каррина сайшо на азаном сген на пополам на вакурина роста что модель что мать и он талки на тасканей и боку карадана каракат алис потому что сама этого не понимает она просто высказывает эмоции которые тогда она испытала ну короче так же как и танжура у господи день это вообще отдельная тема для разговора потому что то как он спит отрубается и потом превращается абсолютно в другого человека вызывает море вопросов и мне очень интересно ваше мнение кстати сказать лично моя такая теория что у него раздвоение личности потому что когда он просыпается он же потом ни хрена ничего не помнит во время сезона про улицу красных фонарей я дико ржал где он там большую половину сезона просто спал бегал с косичками и рубил все что только шевелилось здесь комментариев нет здесь просто понимание того что он и еще несколько людей не в курсе того что было и реакция их до примерно вот такая и носки у каэри айти только не ирну суток у ростик это к словам и почти самый любимый персонаж здесь потому что самый непредсказуемый и самый идиот ой ты же жены столпа звука интересно вот кстати чё с ним он там вроде руку потерял да насколько я помню он интересно вернется или нет на россии депуты налево такой-то он и есть я его ни хрена не узнал другая прическа новая повязка потому что он там потерял глаз а то что здесь у него там еще показаться под этим руки нет я я его честно я его не узнал кто узнал вас первого раза напишите пожалуйста и кто напишите кто также его не узнал что-то такое чувство что они не тренируют и не просто их избивают вообще тренировки у них очень странные периодически не они вместо того чтобы я имею виду тренировки конкретно столбов танжера обучали еще более-менее нормально хоть и тоже хардкорно а вот их тренировки это действительно просто какое-то избиение то есть как можно кого-то научить когда ты просто его бьешь при том там должны понимать же что разница в силе-то великая резко ну хэмбону вкрытие еще не серебрите и тактой в яске тени и растек к даса стань кучи ну вообще как бы да я бы не пошел я просто помню через что-то мне так прошла короче прежде чем ее хотя бы перестали пытаться убить то есть а ты так еще опасней но понятное дело что если глава наверно распорядиться то все там заткнутся на опять же все эти хашера себе на уме хоть и подчиняются воле главы ну короче да короче опять же слушай они чё таки будут судьи так и ничего не показали ну в общем как то так на этом закончилась первая серия она длилась 48 минут вместе со всеми титрами и вступлениями на самом деле мне понравилось но действие было немножко маловато но мне очень нравится рисовка и теперь у нас есть новое раскрытие персонажей кирио к теперь очень сильно выделяется вот тот самый правый хашера который вот и фактически его нам пока не раскрывали мне очень нравится что с каждым сезоном они раскрывают нового хашера его проблемы его тараканы его личность его характер и его силу вот и его слабости в том числе и каждый новый сезон он рассказывает не только о новых приключениях танжера зеницу и носки но в том и соответственно на языка но она в том же в том числе еще и а хашера грустно что самого клёвого среди них теперь нету вот рангок у конечно он был просто офигенный и было большое удивление когда то что с ним произошло но я видел целую кучу теперь видосов фан-артов где фанаты переписали концовку тех серий и рангок у все-таки жив ну а на этом все давайте закончим спасибо всем кто меня смотрел да действий было мало выпуск скорее все будет коротеньким но четвертый сезон вышел и теперь будет выходить по одной серии я скорее всего теперь буду ждать пока выйдут все серии и посмотрю потом весь сезон уже залпом не знаю буду ли выкладывать свои эмоции и реакции будете ли вы это смотреть но тем не менее не забывайте поставить палец вверх и не забывайте подписываться на телеграм-канал и дискорд чтобы не пропускать стримы и новые обзоры реакции и стримы спасибо еще раз всем кто смотрел давайте всем огромное спасибо всем по к